Впервые в Электрогурске прошел архитектурный воркшоп по формированию современной комфортной городской среды, а проще говоря, состоялась совместная работа архитекторов, дизайнеров и жителей по созданию нового большого проекта, направленного на преобразование общественного пространства нашего города. Для нас это сейчас уникальный случай, потому что, когда мы работали над Егорьевском, у нас было немного больше времени, и мы делали свои тезисы, выкладки, приезжали и проводили общественное слушание с жителями. Вот, здесь получается, мы зажаты в сроках, и чтобы максимально понять город, мы именно пошли этим форматом, собственно, взяли это социальное проектирование, в формате воркшопа, чтобы поговорить, пообщаться, максимально за один день напитаться городом, услышать его, увидеть, и тогда мы уже, скажем так, с другим багажом будем стартовать, чтобы что-то сделать, что-то предложить. А для чего профессиональным архитекторам понадобилось мнение местных жителей? Ответ простой, чтобы в результате большой совместной работы возникло единое, функционирующее пространство города, в котором были бы учтены интересы всех горожан. По просьбе администрации мы приехали подготовить материалы, сделать предпроект на базе социального проектирования. То есть, это такая некая технология, с помощью которой можно изучить город, изучить его особенности, изучить исторический контекст, изучить градостроительный контекст, то есть в такие короткие сроки. То есть, безусловно, что кабинетные исследования, как-то исследования в интернете, книги, это все помогает, но самое важное сейчас общение с молодежью, общение с жителями, общение с теми, кто прожил в этом городе жизнь, родился даже, есть такие люди, кто родился в этом городе, и они многое рассказывают того, чего не прощешь книга. И чтобы на самом первом этапе проектирования нового пространства были выполнены архитектурные задачи по развитию города, по сохранению культурного наследия и созданию комфортной и уютной городской среды. У вас, скажем так, очень особенный город, то есть, как он вообще изначально родился, как он родился вот на торфяниках, на болотах, да, вся эта история, которую сказали, когда у вас дороги были деревянные, то есть, когда вы ходили по помосткам, чтобы вода, то есть, фактически вы ходили над водой, да, и это очень интересно. И количество воды вокруг города, это, конечно, есть определенная особенность. Я так понимаю, вода близко к поверхности, это тоже непосредственно нужно брать в расчеты и предлагать те стратегии, которые могут с этим работать. Но у вас есть, например, потрясающая барачная архитектура деревянная, которая мне очень жалко, что вы убираете эти бараки, вы их сносите. К сожалению, ну, в смысле, я бы, например, один бы барак, но точно бы оставил, его реставрировал, сделал бы там музей, но это память. Наш город принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И именно в рамках этого конкурса и создается проект по благоустройству центральной части города – от озера Стахановского до сквера Святого Константина. Мы пригласили около 20 местных жителей, молодые ребята, разбили их на три команды. В каждой команде работает наш архитектор постоянно и также независимые эксперты, как творческий директор, архитектор, экономист, социолог, которые переходят из команды в команду и, соответственно, что-то уточняют, что-то поясняют и узнают больше в моменте общения. Ну и, соответственно, таким образом мы к четырем часам подготовим некие эскизные проекты, если можно так сказать, некое видение молодежи, как они видят город в будущем. В ходе пятичасовой работы совместными усилиями были разработаны три концепции трансформации городской инфраструктуры Электрогорска. Мы делали не новую, мы дополняли старую или расширяли, что-то дополняли, ну, сохраняя старую. Вы учитывали пожелания, как бы, возможности всех граждан города, начиная от детей, заканчивая пенсионерами или все-таки более молодежные направления? Наверное, больше площадки для молодежи, так как у нас ее немало и мало, куда можно сходить, но мы учитывали и взрослых, и пожилых, и родителей, и маленьких детей, постарались захватить весь диапазон. Сегодня в рамках создания комфортной среды новой асфальтовой дорожкой уже никого не удивить. Жители ждут, что город будет меняться вслед за их образом жизни, чтобы появлялось как можно больше пешеходных зон, зеленых островков, велосипедных дорожек. Вот я доволен результатом, потому что и идеи интересные, и есть желание что-либо менять в городе. Это, в свою очередь, очень хорошо сказывается вообще на содержании проекта, его актуальности, интереса. Ну и сейчас на дальнейшей защите все это будет видно наглядно. Ребята дали какую-нибудь интересную, необычную идею? Ребята в первую очередь давали те идеи, которые они хотели бы видеть в этом городе. Вообще это полностью организация общественных пространств, это непосредственно досуг, это благоустройство. И все мероприятия по тому, чтобы заинтересовать и жителей соседних городов, приехать в Электрогорск и заставить их остаться на какое-то время. Результатом совместной работы стали идеи новых точек притяжения, фотозоны, фонтаны и скульптурные композиции. Были придуманы и наложены на карту города планы веломаршрутов и лыжни, проработаны концепции детских площадок и веревочных парков. Были предложены и совсем необычные идеи. Мы отделили зону выголособак, так как этот план, проект уже хотели реализовывать и примерно отделили его в зону Коржановскую. После этого мы сделали зону спортивного кинотеатра. Как мы видим этот спортивный кинотеатр? Это будет летний кинотеатр. Будет он отличаться от обычных летних кинотеатров лишь тем, что энергию для показа фильмов будут вырабатывать сами жители. Там устанавливаются велосипеды, которые подключаются, я не знаю, как это правильно делается, но визуально, схематично я это пишу, которые подключаются к генератору, вырабатывается энергия от того, как люди крутят белый тренажер. И все вместе, когда компания собирается, начинают заниматься спортом и проработать на любимый фильм. Активное участие в обсуждении нового проекта приняла глава города Денис Семенов. Он внимательно выслужил презентацию всех трех команд, высоко оценил проделанную ими работу и внес свои предложения. Все три участника, в принципе, не заявили, хотя это нужно было делать, у нас этого не сделано. Я тоже об этом всегда думаю и говорю. У нас ни в одном проекте не было указано про навигацию. Навигация, она разная бывает, то есть можно было бы тумбы, карты, схемы, вы находитесь здесь, если вы пойдете туда, вы придете туда. Здесь можно, допустим, здесь находится у нас памятник основателю города, здесь торговый центр, здесь можно покушать, здесь можно отдохнуть, покупаться, заняться спортом, еще что-то. Вот эта навигация, она важна и нужна. И во многих городах эта навигация есть, и нужно было все-таки вот это дело как бы добавить. Если созданный ребятами и архитекторами проект будет оценен жюри конкурса, то жителей будут ждать большие перемены. В этом году нам необходимо разработать концепцию нового бульвара, объединения с бульваром площадью Советской, с вокзальной площадью и с территорией озера Стахадовского. Мы хотим продумать комплексное благоустройство, чтобы у нас было, правильно ребята здесь заметили, что у нас было не локальное благоустройство, тут чуть-чуть, тут немножко, тут как получилось, как смогли, а чтобы центр города, улица Коржановского переходила в улицу Горького, улицу Советскую, площадь Советскую, и чтобы это была единая концепция, единое благоустройство, навигация. И все вот эти идеи, которые сегодня ребята прилагали, они действительно идеи, действительно имеют место на реализацию, в этом есть потребность у жителей. И у нас впереди предстоит большая кропотливая работа сначала с документами, с концепцией, с проектом, с согласованием этого проекта, чтобы все идеи воплотить в одно решение, ну а дальше уже реализация. И уже ближайшие несколько лет, благодаря масштабным преобразованиям, жители города и его гости смогут по-новому взглянуть на самый лучший город на земле.